всем привет с вами кириллов вы на канале кирилл гейм и сегодня у нас будет новое видео посвящено модпаку амазинга вообще мы обсудим что с ним дальнейшем сейчас происходит когда уже выйдет официальный модпак думаю это всем интересно и что вообще происходит дорабатывается модпак кто нового в нем будет и так далее ну что ж погнали но перед этим хочу напомнить что я играю на первом сервере мазин кролеплей мой ник кирилл пудбулли также обязательно вводите мой промокод кирилл гейм вместе капсом и до при достижении 5 уровня получите 50 тысяч при достижении 10 уровня получите 100 тысяч то есть в общей сумме вы получаете 150 тысяч поэтому обязательно используйте мой промокод ну что ж думаю это группа а многим знакомому потому что я постоянно снимал новости и праву информации нас этой группы эта группа модпакера официальная группа модпакера ссылка на него в описании кому интересно подписывайтесь и кстати отписался зря вы это сделали потому что до информация мало выходит информация точнее но она выходит это поэтому сейчас мы все это посмотрим я думаю давайте начнем с конца вообще когда вышел já мат парк и что вообще началось и того ночи вам самого конца так сказать все мы знаем что уже вышел об этом модпак, можете предложить кто-то ещё, чего не хватает, к примеру, и так далее, к основе уже добавим, тест будет 5-7 дней, но это не точно, ну да, в принципе, это не точно, потому что тест уже идёт, ну, где-то месяц, наверное, точно, может быть, не точно, проходит также голосование, в котором вы можете взять участие, хороший модпак или нет, и написать свой комментарий, как бы. Вот, как бы, где проходит голосование, где вы можете скачать модпак, если что, ссылку, где скачать модпак, я, наверное, тоже оставлю в описании, для тех, кто, возможно, ещё этого не сделал, здесь вы можете оценить модпак, но вам нужно зайти, давайте я сейчас зайду и тоже проголосую, ну что ж, вот я зашёл в свой аккаунт, и мы можем просто просто проголосовать, как бы, вы можете здесь тоже голосовать, на самом деле, лучше голосуйте, потому что потом, блядь, не ходили, ой, модпак хреновый, голосуйте, пишите своё мнение насчёт модпака здесь, как бы, здесь можно написать свой комментарий, если что, поэтому, всё в наших руках, если что, мы строим этот модпак наконец-то, как это и должно быть, поэтому голосуйте, и пишите своё мнение в комментариях здесь, так, идём дальше, вот здесь такую фоточку он, в принципе, выложил, модпакер, но здесь ничего особого нету, по сути, да, здесь у нас R6, которую, я думаю, все ждут, в том числе и я, я на ней уже ездил, в видео есть на канале, я её тестировал, мне машина очень понравилась, в полном тюниге с чипом она будет ехать, ну, примерно 160, я так понял, реально классная машина, я думаю, все её ждут, как и я, стоит она будет в районе 6 миллионов, также он сделал в своей группе вот такой вот интересный пост, с обращением к подписчикам, который подписан на его группу, предхотел уже, всё-таки, со своей аудиторией поговорить, ведь, всё-таки, нас тут 1400 человек, грубо говоря, чтобы дальше с группой, будет ещё делаться зимний модпак, с текстурами на стекле и колёсами, и с новыми модельками, также планирую заснять мувик из реальной жизни, на одну машину, ну, я так понял, это вот эта машина, это Nissan Skyline 34, если что, я надеюсь, что вам это понравится, всё, что я прошу от вас, это небольшую поддержку, ведь к зимней версии я напишу пост, где вы опять же сможете предложить какое-то улучшение, или же, наоборот, изменение, поэтому, пацаны, подписывайтесь, повтори, ссылка будет в описании, потому что, да, будет ещё зимний модпак, да, вообще, будем следить за развитием данного человека, потому что, всё-таки, он модпак для нас делает, как бы. Так же, вот такой вот пост есть, 1 октября, это, в принципе, было недавно, я не забыл про вашу просьбу, я так понял, что он сделал двойной выхлоп, скорее всего, потому что, наверное, в той версии, Nissan Skyline был один выхлоп, но это не точно, я точно не знаю, кто знает, что здесь изменилось, напишите, в принципе, в комментариях. Так, вот следующий пост, всем привет, хотел у вас спросить, я знаю, что у вас были микроферзы, пропали ли они сейчас, мне нужен адекватный и конкретный ответ, а не ответ хейтера, всех обнял. И, кстати, вот такая фоточка, но это мы всё позже посмотрим, в приближенном виде, он заменил машину ТРК, как вы можете заметить, поэтому, да, видите, работа над облдпаком всё ещё идёт, поэтому, когда официально он выйдет, я не знаю сам, поэтому, у меня это спрораживать не нужно. Ну что ж, вот пост, который вышел буквально вчера, это фотка Мерседеса, по-моему, это последняя Ешка или Сэшка, я точно вам сказать не могу, но что-то похоже на это, очень симпатичная машинка, мы тоже её в приближенном виде посмотрим. Ну что ж, думаю, давайте посмотрим вблизи все фоточки, которые я вам показал. Это у нас РС-6, в принципе, на красивых дисках, двойновых, в принципе, ну прикольно, если ещё на неё винилы будут, а скорее всего они и так будут, поэтому это будет очень круто. Наверное, это самая классная машина, которую я жду, чтобы её уже добавили в автосалон. И в модпаке она есть, а в автосалоне ещё её нет. Так, вот фургон на СТРК, получается, снова это Камазики, вроде бы как, да. Но это прикольно, что он решил их заменить, потому что, ну, я думал, всех тостит от машин, Гритас Андреа, стандартные, как бы. Нужно, чтобы максимально было машин, заменено, но чтобы не лагал модпак, я думаю, это все понимают. Поэтому, видите, он заменил эти машинки, это довольно-таки круто. Так, вот этот Мерседес. Блин, качество, конечно, не очень, извиняюсь, пацаны, это не моя, не мой косяк, потому что она такая была в группе, такого качества. Мерседес. Блин, вроде бы какая-то Цэшка последняя, либо Ешка, я просто не помню точно. Цэшка же вышла последняя, типа, вот эта охуенная, либо, скажем так, все, да, Цэшка. Типа, он добавил М5-F90, то очень хреново, потому что мне нравится БМА-5-60, как думаю, многим. И, видите, он решил, наверное, Цэшку добавил тоже последнюю. Ну, это довольно-таки классно, это реально классно. Ну, и последний у нас Кайланчик, в принципе, 34. Не знаю, что здесь изменилось вообще, и представить даже не могу. Выхлоп, блин, мне что-то кажется, что он выхлопки подбойной сделал, либо вот эти заклепки, их не было, я просто реально не знаю, что он здесь изменил, либо спойлер добавил, я просто не помню, я не сильно так вникал в эту модельку, на фейкере, я на ней даже не ездил, поэтому я точно не знаю, что здесь изменилось, но кто знает, пишите в комментариях. Ну что ж, на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях, ждете ли вы модпак, и что бы вы хотели добавить, в принципе, можете писать модпакеру, потому что он часто делает стримы в своей группе, живые стримы, поэтому можете заходить с ним общаться и предлагать, что бы вы еще хотели, чтобы он добавил. Субтитры сделал DimaTorzok